Приветствую вас, и прежде чем разбираться, как вам поступать со своей агрессией, я бы рекомендовал вам для начала уточнить ситуацию, которая с вами произросла, а именно, какая это ситуация. Вы говорите, что муч причинил много боли. Вы говорите об этом в прошедшем времени, то есть подразумевая, как бы, тот факт, что сейчас, на данный момент, муч вам боль не причиняет. Если так, если он действительно не причиняет вам уже боль, сейчас, то есть, если на данный момент все в порядке, если на данный момент мужчина, ну, скажем так, может быть, осознал свои ошибки, да, или, может быть, понял, что был неправ, например, или что-то еще, это одно. Это один момент. Он, безусловно, не то, чтобы однозначно хороший, он не то, чтобы красить человека, но это, как минимум, определенный уже результат. То есть, есть определенный результат в том, если мужчина вам боль уже не причиняет. Хотя и я, конечно, предполагаю, что вполне возможно вас это волнует уже совсем не так сильно. Далее, ага, значит, чем руководствовался ваш муж, когда причинял вам боль? То есть, кто хотел, зачем он это делал, для чего он причинял вам боль и так далее. Это тоже очень важный момент. Причиняет ли он вам боль сейчас? В настоящее время? Причиняет ли он вам боль? Если да, то зачем вы тогда с ним в отношении находитесь, если он до сих пор причиняет вам боль? В этом случае, в случае, если мужчина по-преднему причиняет вам боль, можно говорить о том, что человек, по сути дела, значит, садист. То есть, это человек, который упивается или который наслаждается, если угодно, болью других людей, и ему необходимо, чтобы вокруг него люди страдали. Ну вот, такой человек. Опять же, давайте не будем как-то осуждать, да, просто скажем, что это вот такой склад, склад человека, такая личная личность, с этим ничего не поделала, к сожалению. Именно, именно вот на данный момент, сам мужчина, он, как правило, вряд ли поменяется, для этого нужно все-таки, ну, куда больше для этого нужны условия, обстоятельства и так далее. То есть, надеяться на то, что он изменится, не стоит здесь, по крайней мере. Вот. Теперь, дальше. Что касается агрессии. Что касается вашей агрессии. Во-первых, агрессия – это обид. Обида и мнение, или лучше сказать, может быть, установка на то, что человек, причиняя боль вам, причиняя обиду вам, причиняя негатив вам, этот человек пытался, пытался именно вас обидеть, именно вас унизить, именно вас задеть. Но, в действительности, этот человек просто по-другому выражает свои эмоции, по-другому выражает свои чувства, кроме как, вот, какой-то, ну, неким причинением вам боли. Он не умеет. Для него нет другого, видимо, языка, языка выражения своих чувств. Сейчас он раскаивается, да, потому что обычно нужно аннулировать все, что произошло, это такой механизм защиты. А когда все опять будет в порядке, человек снова начнет это разрушенно. Ну, это вот такая вот цикличность наблюдается при взаимодействии с мужчинами. Один из которых у вас. И, с одной стороны, вам нужно понять, что это не с вами связано напрямую. То есть, вы здесь вообще, так говоря, ни при чем. Эта проблема целиком и полностью мужчинами. Это просто и чисто проблема именно его. Не вас. И дело здесь, опять же, не в вас, а в нем. Это он так себя профессионирует. Это он не умеет по-другому выражать свои чувства. Это он не умеет иначе, значит, проявлять свою активность. Вы здесь совершенно не при чем. Вот это, я надеюсь, что этот момент вы для себя постараетесь понять. Потому что он этот момент предельного. Далее. Агрессия вызывает и то, что в результате воздействия на вас мужчина в какой-то степени поменял то, как вы себя воспринимаете. Он поменял то, как вы, значит, сами с собой взаимодействуете. Он это поменял. И у вас агрессия, это реакция на то, что вы не можете подсчетить себя так же, как раньше. И именно с ним. Именно с ним. Следующий момент. Агрессия, это реакция на то, что объект, который приносит вам удовольствие, объект, который приносит вам наслаждение по той или иной причине, да, значит, теперь не с вами. То есть вы его потеряете. По той или иной причине не важно. И из-за этого вы агрессируете. Агрессия здесь суть защиты. Это защитный механизм, направленный на то, чтобы компенсировать потерю вами источника вашего, ну, например, спокойствия, может быть, удовольствия и так далее. Здесь нужно понять, что именно причиняет, что именно доставляет, причиняет вам наслаждение. И постараться на это направить свою активность так, чтобы наличие этого объекта, этот объект может быть как внутри вас, так и вне, лучше чтобы он был внутри вас, чтобы наличие этого объекта не зависело от кого-либо другого. И тогда агрессии не будет. Ну и, наконец, последнее. Последнее проявление, скажем так, агрессии. Почему агрессия может проявляться? Связано это с тем, что у вас есть определенное противоречие. То есть противоречивые мотивы соединились в вас, соединились в вас. В неком таком переплетении. Например, вы говорите, я просил его уйти, но он не уходит. И он с вами. Получается, что вы, несмотря на все его негативные поступки сегодня, терпите его рядом с собой. Да, у вас агрессия, да, вам неприятно, но вы, вы по-прежнему держите мужчину как бы рядом с собой. Вы его, вы, например, с ним не расстались окончательно, да, вы от него не ушли окончательно и так далее. Возникает вопрос, опять же, а почему? Как? С чем связано ваше поведение, ваш выбор? Почему вы до сих пор с ним? Может быть, вам удобно? Может быть, вы боитесь одиночества все-таки? Несмотря на то, что мужчина вам боль причинил, несмотря на то, что мужчина как-то вот вам негатив транслирует и так далее, вы все равно не можете быть без него. Вам все равно нужно, чтобы он был сладок. Вот я и задаю вам вопрос. Почему так? Почему вы все равно с ним? Вы боитесь будущего или вы не представляете себе, что сможете как-то выстроить свою жизнь по-другому, сможете как-то построить другие отношения с другим мужчиной? Вот об этом надо подумать. А более того, ваш вопрос, который вы задаете, как мне преодолеть агрессию, это вопрос нацеленный как раз-таки на то, чтобы гармонизировать отношения со своим мужчиной. Вы хотите отношения либо восстановить, либо как-то, ну, вот как я и сказал, гармонизировать, сделать так, чтобы отношения между вами и мужчиной, может быть, ну, как-то вот нормализовались и так далее, так далее, так далее. И у меня к вам вопрос. Зачем? Зачем? Зачем вам это? Почему вы хотите нормализовать отношения с тем, кто вам причинил больно, много больно, как вы говорите? Почему вы ради него хотите, что твоя агрессия что-то делает, зажимает себя и прочее? Опять. Вы опять пытаетесь себя зажать ради мужчины. Это поведение созависимого человека. В данном случае созависимый человек – это вы. и нужно подумать, собственно говоря, что удерживает вас с ним. Страхи, мотивы, чувства, комплексы, убеждения, убеждения какие-то, да? И так далее. Постарайтесь, постарайтесь подумать об этом. Это очень важно. Очень важно для вас, в первую очередь. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, либо что-то непонятное из моего ответа, пишите в личку, буду помочь. Если вам понравился мой ответ, то я благодарен. Если сделаете его лучшим, желаю вам всего самого доброго и удачи!